Добрый день! Сегодня у нас вебинар, посвященный корректировкам отгрузок и поступлений в 1СРП. Вести его буду я. Зовут меня Андрей Левдев. Кто-то меня из присутствующих уже знает. И как обычно разбираться мы будем с вами в демо-базе. Сейчас я ее вам включу, прежде чем я перейду от вебинара к демо. Сразу хочу сказать, я периодически буду сюда возвращаться, смотреть какие вопросы вы задаете. Можете их задавать в течение, так сказать, моего изложения. Никаких проблем с этим нет. Если будет возможность, я буду отвечать, пока буду рассказывать, делать какие-то отступления при необходимости. В конце занятия в любом случае посмотрю и постараюсь на все вопросы ответить. Так, включаю демонстрацию. Так, а где, а где, а где, а вот. Так, значит, смотрите, сразу же предупреждаю вопросы. Разбирать мы будем это все в версии 2.5.8.2.2.1. Потихонечку я уже начинаю переходить на 2.5.9, но пока окончательно этот переход не состоялся. Тем более, что функционал, который 2.5.9 заявлен, сама же 1С говорит о том, что он пока пробный, действует не всегда и не везде. Так, ну, тем более нас функционал, который там есть, не очень касается. Итак, значит, первый способ, с помощью которого вы можете исправить любое поступление. Ну, давайте мы это поступление создадим. Значит, перейду в раздел закупки, документы закупки. У меня уже тут есть какое-то приобретение. Давайте я ее скопирую, немножко отредактирую. Значит, ну, основной поставщик нас это вполне устроит. С функционалом ордерного склада связывать, честно говоря, не хочется. Значит, оставим закупку у поставщика. Ну, и какой-нибудь нейтральный товар сейчас найдем. Ну, давайте вот конфета Барбарис в килограммах, ну, пускай в килограммах. Закупим 100 килограмм. Это я уберу. Так, нажимаю провести. И вот у нас не заполнена цена, да, резонно. Давайте там поставим какие-нибудь 30 рублей. Ну, не суть важно. Да, значит, провести и закрыть. И нам еще для полноты картины потребуется отчет. Давайте мы с вами посмотрим ведомость расчета с поставщиками. Поставщик. Основной поставщик. Ну, и давайте не будем брать весь период. Возьмем только с 1 сентября. Так, ну, вот какие-то взаиморасчеты мы видим. Давайте даже возьмем с сегодняшнего дня. Нет, давайте я по объекту расчета сделаю шифровочку. Так, ну, вы видите, что вот у нас… Так, это старая. Это идет расчета в рамках договора, я так понимаю. Но это не очень, конечно, будет интересно. Давайте вот это поправим. Так, приобретение. Последнее. Посмотрим договор. А, ну, да. Давайте это мы… Поставим 12. Расчеты оформления по расчету документов. Вот так вот сделаем. Ну, вот теперь уже красивее, да. Вот у нас вот это вот телодвижение появилось по приобретению товаров и услуг. И теперь мы можем взять этот документ и подумать, как, собственно говоря, мы его можем видоизменить. Самый простой способ какой? Открыть документ и поменять то, что вам там хочется поменять. Система не запрещает это делать. Теоретически так сделать можно, но если вы… И более того, я хочу вам сказать, что на практике чаще всего делают, конечно, именно так. Но сразу же хочу предупредить, что тут нужно помнить о чем. Во-первых, в ряде случаев в системе может прошлый период закрываться и документы будут недоступны для изменения. Это первое. Второй момент. В ряде случаев практически всегда, если вы изменяете документ в том периоде, который уже закрыт с финансовой точки зрения, закрыт месяц, вам придется этот месяц перезакрывать. Ну и, наверное, самое такое важное, потому что те моменты, которые я озвучил, они как бы будут видны в системе. Если вы вот этот документ измените за этим числом, то потом он может не соответствовать печатной форме документа, которую вы передавали поставщику. Ну и, соответственно, клиенту тут логика, в общем-то, будет совершенно параллельна. Поэтому лучше вот таким вот способом не идти, лучше все-таки использовать те механизмы, которые предусмотрены программой и которые позволяют отследить те изменения, которые вы вносите. Но прежде чем мы с вами перейдем к этим документам, есть еще один нюанс, который я с вами хочу обсудить. В том случае, если у вас в документе есть явная перепоставка, вы, естественно, то, ну, вам привезли то, что вы не заказывали. Вы это, то, что вы не заказывали, можете вернуть назад. Вообще, к этому документу мы неминуемо придем с вами позже, когда будем разговаривать о вариантах отработки вот этих вот изменений. Вот. Но, тем не менее, определенный механизм этого документа я хочу вам показать уже сейчас. Значит, как этот документ работает? Создать вы его можете на основании, собственно, вот этого документа, поступления. И лучше всего делать именно так. Значит, вы создаете документ возврата. Здесь все, что нужно сделать, вы вписываете, сколько вы будете возвращать. Ну, там, из 100, например, возвращаем 20. Все остальное здесь уже будет заполнена. Сумма, там, документ закупки. Именно для того, чтобы это вот все корректно поставилось, лучше использовать механизм создания на основании. Значит, и в принципе, вы можете здесь уже вернуть все. Но, значит, обратите, пожалуйста, внимание на то, что у вас есть определенные варианты по поводу того, связанные с тем, как именно программа отработает вот это вот изменение. И здесь уже стоит у нас вот такой вот вариант вернуть денежные средства. Что это означает? Значит, это означает, что если мы сейчас с вами возьмем и проведем это все, то мы получим следующий эффект. Давайте посмотрим. Понятно, что по количеству у нас все скомпенсировалось. Это я даже проверять не буду, но меня будет интересовать ведомость расчетов с поставщиками. Значит, смотрите, у нас пошел обратный отчет. У нас зачтено 720 по этому возврату. Здесь нам это показывают. И нам показывают, что из вот этих 3 600, которые мы получили, 720 уже будут считаться как оплаченные. Какие другие варианты у нас есть? Я могу удалить из взаиморасчетов вот эту позицию. Как только я удалю из взаиморасчетов вот эту вот позицию, у нас становится доступным для изменения вот эта вот графа компенсации. Я не буду ничего менять. Я проведу документ именно в таком режиме. И посмотрю, как изменилась ведомость расчета с поставщиком. Значит, смотрите внимательно. Вот здесь в графе приобретения товаров и услуг у нас никакого зачета больше нет. Зачелся общий долг перед поставщиком. Но при этом возврат это самостоятельный объект взаиморасчетов. И, наконец, последний вариант – оставить в качестве аванса. Что поменялось? Здесь вы видите практически то же самое. Не поменялось ничего. Но если я сейчас возьму и оформлю новый документ закупок. Вот этот вот возврат, он может быть использован для зачета по следующему. Ну, естественно, такой вариант, он имеет смысл только в том случае, если мы какие-то деньги изначально проплачиваем. Вот сейчас я это сделал и у меня, видите, 20% по этой поставки считаются уже оплаченными за счет того, что я вернул товар по предыдущей поставке. Вот такие вот три варианта оформления возврата у нас существует. Так, значит, по возврату какие-то вопросы есть? Ну, похоже, нет. Тогда пойдем дальше. Уже ближе, собственно, к корректировкам. У меня уже открыт второй документ. Давайте мы попробуем с вами его скорректировать. Владимир, заявка на возврат. Да, заявка на возврат – это документ, который существует, но он существует не в разделе закупки. Заявка на возврат – это документ, который существует в разделе продажи. Заявка на возврат товара от клиентов. И смысл вот этого документа в первую очередь состоит в том, чтобы контролировать сам процесс возвращения, чтобы не делать его автоматическим, чтобы отразить управленческое решение, связанное с вот этими вот возвратными делами. Как вы видите, тут отличие в чем состоит? В том, что есть возможность оформить сразу же замену. Но, на мой взгляд, вот этот вот вариант с полным функционалом, который здесь есть, это скорее вариант ближе к рознице. Потому что во всех прочих случаях, я считаю, лучше использовать механизм полный с оформлением соответствующего акта. Ну, давайте к продажам мы еще с вами вернемся. А сейчас давайте обратно уйдем к документу, который мы с вами создали. И теперь мы с вами давайте попробуем ввести корректировку. Тоже это прекрасно делается с помощью механизма создания на основании. Корректировка приобретения. Значит, первое, на что обращаю ваше внимание. Вид корректировки. Исправление ошибок и корректировка по согласованию сторон. В чем отличие вот этих вот двух понятий? Если вы понимаете, что вы, или там понимает в данном случае поставщик, что он допустил именно ошибку в документе и хочет эту ошибку исправить, в этом случае формируется исправительный документ. И если что-то изменилось в ваших соглашениях, количество, цена, неважно. То есть раньше все было правильно, но теперь вы решили, что будет по-другому. Вот в этом случае оформляется корректировка. Причем исправление – это тот документ, который должен делаться в том же периоде, что и основной документ. А корректировка, она сама по себе. Ну, для нас это не столь важно. Давайте мы с вами попробуем скорректировать. Предположим, у нас будет в документе… Давайте это будет корректировка. Будет в документе не 100 килограмм, а 80 килограмм. Заполняем расхождение. И самое главное, что мы здесь делаем, мы должны с вами определиться, как именно мы будем работать с этим расхождением. Как вы видите, у нас есть два варианта. Вот. Ну, в принципе, давайте сделаем покрасивее. Сейчас давайте это закрою. Немножечко скорректирую этот документ. Таким вот. Ну, добавлю сюда еще белочку. 60 килограмм. Давайте вот так вот сделаем. И вот теперь введем корректировку. Значит, корректировка приобретения, она у нас будет именно корректировкой. И у нас барбариса будет меньше, а белочки будет больше. Заполним расхождение. Есть плюс-минус. Ну, для этого я, собственно говоря, все и менял. И здесь мы указываем вариант отражения. Значит, для минуса у нас есть вариант отразить на доходах пассивов или уменьшить закупку, учесть при инвентаризации. Для плюса, наоборот, списать на расходы активы, ну, либо увеличить закупку через при инвентаризации. Значит, в чем разница между вот этими режимами, которые я сейчас показал? Эту разницу вы практически не увидите вот здесь. Давайте я сейчас проведу. Посмотрим ведомость расчетов. Так, ну, то, что зачтено, это предыдущий наш эксперимент. приобретение. Вот. Значит, в чем будет отличие между вот этими двумя режимами, которые я показал? Для того, чтобы реально увидеть эти отличия, надо посмотреть движение, которое делает этот документ в первом и во втором случае. Вот сейчас я открыл движение документа для варианта для варианта учесть и использовать. а сейчас я учесть при инвентаризации. А сейчас я покажу варианты учесть на доходах и расходах. Естественно, в этом случае надо будет показать какую-то статью доходов, на которую это все пойдет. Что-нибудь. Ну, давайте я что-нибудь создам быстро. прочие расходы. Пророчие расходы. Не суть важно. чего-нибудь поставлю. Сейчас я вот эти вот моменты контролировать не буду. Записать и закрыть. Прочие расходы. Так, все заполнил. Давайте я это проведу. и еще раз и еще раз посмотрю движение документа. Вот давайте сравним. У меня два отчета по движению документа, которые сформированы в разных его состояниях. Вот давайте мы с вами сравним, как это выглядит в первом и во втором случае. Значит, обратите внимание, вот здесь у нас идет корректировка по регистру накопления закупки. Здесь этой корректировки нет. Здесь вы увидите записи в регистры накопления товар к оформлению излишков и недостач. Здесь этой записи не будет. Зато здесь будут записи в регистрах накопления прочие доходы и прочие расходы. Вот, собственно говоря, основное отличие. В первом и втором случае программа действует немножечко по-разному. В первом случае она готовится к оформлению недостачи по инвентаризации. Во втором случае фиксирует движение по прочим доходам и расходам. Все отличие фиксируется только при движении по регистру. так значит и вот теперь когда мы с вами разобрались вот с этими вещами давайте я документ закупок уберу эту корректировку и посмотрим более сложный вариант. Так и теперь давайте с вами посмотрим вариант посложнее. Мы с вами создадим акт о расхождениях после поступления. Ну зачем он нужен? Во-первых для того чтобы мы распечатали какую-то типовую форму а во-вторых тут есть несколько интересных нюансов. Во-первых давайте мы попробуем здесь сделать то же самое. Указать что фактически вариант 80 и 70 и давайте посмотрим какие варианты по расхождению здесь предоставляется. Значит вы видите что здесь у нас количество вариантов намного больше. во-первых как вы видите бывает вариант когда мы просто соглашаемся с поставщиком о том что он заменит нам документы и соответственно мы оформляем переоформляем поступление и уменьшаем его. То есть вот этот самый простой подход с которого я начал вебинар просто он оставляет здесь какой-то следочек. Второй вариант оформить и ожидать до поставки. то есть мы ожидаем что мы получим еще один документ и оформим еще одно поступление. Либо просто ничего не делаем нам сказали что это все будет довезено вот и мы ожидаем что нам это недостающее количество привезут. Бывают ситуации когда мы с поставщиком не договариваемся. Обратите пожалуйста внимание что программа она помимо всего прочего позволяет вам зафиксировать что собственно говоря там понаговорили те кто принимал на складе что там поставщик нам ответил. Вот здесь конечно уместно подключить блок CRM в плане фиксации всех взаимодействия и привязать к этому акту ну как бы мы туда уходить сейчас не будем. Значит итак если мы не договорились что мы можем сделать мы можем либо списать на прочие расходы списать за наш счет либо мы можем взять и списать на какой-то на кого-то еще за счет сторонней компании ну что это может быть например мы решили что за это будет отвечать какой-то какая-то транспортная компания ну вот это списать за счет сторонней компании ну и в случае излишка либо мы увеличиваем поступление либо мы оформляем и после этого сразу же оформляем возврат либо просто ничего не оформляем возвращаем излишки если поставщик делает квадратные глаза и говорит не знаю ничего я вам ничего не отгружал ничего я переоформлять не буду но вы просто считаете это вот таким нереализационным доходом значит ну вот предположим давайте мы с вами сделаем именно так недостачу насчет сторонней компании и на прочие доходы значит пока программа от нас не требует какого-то дооформления вернемся на закладку основное ну вообще мы могли бы уже ставить отрабатывается мы начали же это отрабатывать да вот и давайте проведем оформление расхождения в двух строках акта обращаю внимание что мы приняли решение изменять но не оформлять корректировку возможно кто-то другой вариант и самое интересное что здесь есть после того как мы нажимаем оформить программа нам выдает вот такое мини рабочее место которое позволяет нам оформить документы перечень которых будет зависеть от того какие действия мы с вами предприняли как мы решили это отрабатывать в данном случае мы решили списать недостачу скорректировать задолженность на стороннюю компанию и оприходовать излишки если мы примем решение отработать где-то как-то по-другому ну например давайте вернемся назад и попробуем какой-то другой вариант придумать ну например оформить и ожидать до поставку а здесь оформить и вернуть вот давайте возьмем вот эти два варианта и посмотрим как программа почему здесь будем оформлять корректировку как программа предложит нам отработать ситуацию программа предлагает нам сначала оформить корректировку поступления а потом оформить возврат товара поставщику и приобретение товаров и услуг для поступления недопоставленного товара то есть перечень документов которые будут создаваться целиком и полностью зависит от нашего выбора на соответствующие закладки если нас интересует не продажа не закупка а продажа значит мы можем посмотреть на нее в принципе здесь логика работы абсолютно та же самая возьмем какую-нибудь реализацию не будем ее специально делать ну вот у нас например есть реализация августа на основании реализации мы можем сделать какую-то другое мы во-первых посмотрим значит здесь у нас есть корректировка реализации опять с теми же самыми выборами вот но здесь у нас есть еще вариант связанный с реализацией перепоставленного товара и с возвратом недопоставленного товара во всем прочем ну отличия особо нет вот единственное что давайте попробую количество поменять вот вот в принципе варианты отражения они остались те же самые попробуем вот так вот сделать вот в том случае если мы используем варианты реализации перепоставленного товара возврат недопоставленного товара вот здесь есть еще вариант отражения например увеличите реализацию через предмет реализации значит мы с вами уже посмотрели что у нас существует в продажах еще один особый документ заявка на возврат товара от клиента я еще раз повторю что этот документ он нужен в первую очередь для управленческого контроля чтобы можно было зафиксировать принятие решения о возврате и соответственно в ряде случаев мы можем принять решение о замене и соответственно потом на основании оформить какую-то дополнительную реализацию товаров и услуг также обращаю внимание что в принципе вы можете при замене заменить товар не на тот который вы получали при возврате это может быть и что-то другое опять же обращаю внимание что подобные документы лучше делать на основании документа продажи для того чтобы был заполнен вот этот реквизит документ продажи ну и на самом деле давайте я открою документ продажи посмотрю если это я открыл собственно возврат товаров от клиента и здесь я хочу обратить ваше внимание на довольно специфический момент который есть возврате товаров от клиента который есть возврате товара от клиента но его нету возврате товаров поставщиков вот это вот графа себестоимость значит вот смотрите вспоминайте ну и думайте по логике если вы оформляете поступление от поставщика то вы возвращаете товар поставщиков в общем-то будете по той же самой цене по которой фигурируют документы если вы оформили продажу то понятно возвращать товар назад вы от клиента будете по той же цене что и продали но когда вы возвращаете товар от клиента вас интересует не только цена по которой вы клиенту продали это то что будет влиять на ваши взаиморасчеты с клиентами вас будет интересовать еще и себестоимость того что вы от клиента вернули а вот этой вот информации в документе продажи нет и вот здесь редактируя данную строку мы можем с вами определить по какой себестоимости мы будем возвращать от клиента товар значит ну самое правильное наверное это использовать вот этот вот вариант определяется из документа продажи вы указываете документ продажи и из этого документа продажи вы берете себестоимость то есть та которая просчиталась в реализации та и будет фигурировать здесь но вы можете и вручную по какому-то принципу там по тому же самому виду цен установить вот эту самую себестоимость возврата но это наверное единственное отличие которое есть в продажах в возвратах от клиента по сравнению с возвратами от поставщиков так по вопросу как можно оформить пересорт после приемки но вообще говоря корректировка она предполагает не только изменения давайте вернусь на документ закупки создам на его основании корректировку эта корректировка она в принципе позволяет вам не только использовать те позиции которые были в документе но и указать новые вот и все а вот то есть там не только количественные могут быть изменения но и изменения по перечню тоже могут быть то же самое касается и вот этих самых актов на возврат дать чтобы закончить так сказать с основной программы так я сейчас покажу реализацию так опять что-то значит в чем отличие от расхождения после реализации от расхождения после поступления механика практически та же самая разница в том что во-первых помимо двух вариантов которые были у нас при приемке здесь у нас вариантов аж 4 но вы помните что и при корректировке у нас тоже там вариантов было больше так ну вот теперь давайте посмотрим второй момент сколько у нас какие у нас есть варианты по отражению отличий ну в принципе да все то же самое за исключением изменения ролей оформить изменить документ оформить и оформить возврат значит возврат но не оформлять да в случае излишка значит если не получится согласовать что вы лишнее отгрузили хотя непонятно почему ну тут просто не признаем и все значит если вот так опять-таки переоформить переоформить да поставить подождать ну либо говоришь ничего такого не было количество вариантов тут немножечко другое по поводу дальнейших действий опять-таки все ровно то же самое давайте я вот тут поставлю корректировку отрабатывается проведем да-да-да-да-да как отработать оформить и вернуть так проведем там у нас заказ так давайте ну вы видите что здесь предполагается корректировка реализации хотя скорее всего там возможно из-за нулевого количества какие-то проблемы и надо еще оформить реализацию для реализации недопоставленного товара то есть вот при использовании акта программа далее подсказывает вам опять же какие именно доп. документы надо оформить в этом случае так ну вот как бы все что я хотел вам рассказать функционал достаточно простенький иногда он может достаточно ощутимо помочь в работе именно за счет того что вы отслеживаете все движения и можете получить подсказку какие как как документами оформить следующие действия вот ну вот моему сожалению используется он на практике в работе достаточно редко какие вопросы появились но если вопросов нету давайте закругляться значит напоминаю следующий наш вебинар будет по работе с назначениями какие существуют варианты в разных разделах вот там конечно все посложнее будет чем сегодня приходите буду рад если есть какие-то темы по которым вы хотели бы увидеть вебинары вы пожалуйста эту тему озвучьте можете в чате мы это примем во внимание и постараемся что-то такое сделать ближайшие вебинары как я сказал это назначение и второй ожидаемый это изменение блока производства версии 259 спасибо за внимание спасибо